Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сегодня мы вам расскажем про универсал повышенной проходимости. Это очень популярный представитель редкого жанра. Итак, встречаем – Volvo XC70 третьего поколения. Это не кроссовер и не внедорожник, а универсал с увеличенным клиренсом, пластиковым обвесом по периметру кузова и практически обязательным полным приводом. У нас на обзоре самая поздняя модификация третьего поколения. Кстати, первое поколение называлось V70 Cross Country, а обозначение XC70 появилось только во втором поколении. Печально, но непосредственного преемника у этой модели нет, хотя сегодня в модельной гамме Volvo есть здоровенный универсал повышенной проходимости V90 Cross Country. XC70 третьего поколения создан на платформе P3, в которой немало компонентов от Ford и общих деталей Slend Rover. Детали подвески сюда подходят от крупных Ford тех же лет выпуска, а какие-нибудь детали типа вентилятора печки или бачка GUR можно брать от Freelander второго поколения. Истинные фанаты этих автомобилей знают, как сэкономить на фирменном оригинале. Однако все двигатели для XC70 шведские. Агрегатов от Ford и PSA здесь нет в принципе. Этот универсал выпускался с 2008 года, пережил основательный рестайлинг в 2013 году и выпускался до 2016 года включительно. Давайте порассуждаем о надежности этой машины. Забегая вперед, скажем, что сейчас мы расскажем обо всем, что может произойти с этим автомобилем, то есть что может сломаться и зачем нужно приглядывать. Забегая вперед, скажем, что у многих владельцев эти автомобили ездят без каких-либо поломок 300 тысяч километров и даже более нуждаясь только в регулярном ТО. И скажем, что данный автомобиль в данный момент продается. Ссылочку мы закрепили в описании к этому ролику. Итак, поехали! На кузов Volvo грех жаловаться. Отлично окрашен и прекрасно защищен от коррозии. Однако из-за длинных сырых зим с большим обилием реагентов на дорогах все-таки Volvo XC70 покрывается рыжими следами. Коррозия появляется в колесных арках, на днище, особенно вдоль порогах, а также на особо старых экземплярах, которые эксплуатируются в суровых условиях, ржавеют подрамники. Причем ржавеют в труху и могут даже развалиться. Иногда из-за влаги выходят из строя датчики парковки. И даже обрывается их коса. Новый оригинальный датчик стоит $50. Есть много заменителей. Подходят даже некоторые датчики от моделей Ford и даже Nissan. Боковые зеркала этих машин серьезно страдают от сырости. Их силуминовый скелет сильно коррадирует, и доходит до того, что силуминовое основание просто ломается, и зеркало повисает на проводах. Но гораздо чаще просто перестает работать механизм складывания зеркал. Внутри собирается много окислов порошка, который засоряет все. Вдобавок влага может привести к окислению контактов в разъемах. Это все можно починить, заменить детали, моторчик, шестерни и все смазать. Проблема настолько массовая и надоедливая, что умельцы начали печатать из пластика вот эти вот силуминовые кронштейны. И еще у этих автомобилей, у зеркал, иногда просто отваливаются стекляшки зеркал. Еще одна жертва сырости – это трапеция стеклоочистителей. И дело даже не в том, что изнашиваются шарниры, появляется люфт или подклинивание из-за коррозии. А дело в том, что на блок управления с редуктором трапеции попадает вода, а герметизация половины корпуса электроники очень слабенькая. В общем, дворники могут просто перестать работать, даже не демонстрируя предварительных симптомов, вроде подклинивания или замедленных взмахов. Иногда поврежденную влагой плату электромотора удается отремонтировать. А вообще не стоит дожидаться отказа дворников. Новая оригинальная трапеция стоит 800 долларов. Заменителей никто не выпускает. На авторазборках такие трапеции продаются от 50 до 130 долларов. Но вы знаете, на какую авторазборку вам звонить, если что-то случилось с трапецией. На «АвтоСтронг». Но всё равно в любом случае стоит обслужить шарниры трапеции и загерметизировать крышку электронного блока. Иногда на Volvo XC70, выпущенных до 2014 года вода попадает в плафоны подсветки номера задней двери и даже в замок двери. В плафонах серьёзно корродируют пины в электроразъёмах, а в электромеханическом приводе замка задней двери из-за коррозии отпадают контактные провода. Всё это недорого устраняется пайкой, заменой разъёмов, а также чисткой контактов от коррозии. Газовые упоры и сервоприводы двери багажника спрятаны в крыше и соединены с петлями двери. Так вот, если дверь без сервопривода перестала нормально держаться в верхнем положении, то нужно купить два одинаковых упора. Цена – от двадцати до ста долларов за штуку. Ну а если дверь с сервоприводом плохо держится, то придётся купить два разных упора. Диапазон цен – тот же. Ну а если сервопривод не работает, то придётся купить бушный блок мотора, потому что новый стоит баснословно дорого – тысяча триста долларов. Но, на самом деле, он служит очень долго и выходит из строя из-за отказа датчика холла. Есть, кстати, редкие умельцы, которые готовы отремонтировать этот сервопривод. Еще одна фирменная неисправность Volvo – это недолговечные электромоторчики в замках дверей. Мы уже рассказывали о такой проблеме в обзоре Volvo XC60. В общем, их можно новые заказать из Китая, ну не оригинальные, и замените. Особенно машины, которые были выпущены с 2009 по 2012 год, страдали течью воды из-под лобового стекла. А причина в недостаточном слое стеклового клея. Вот такой вот заводской брак. Но на сегодняшний день на этих машинах эта проблема случается нечасто, потому что в свое время дилеры по гарантии переклеивали лобовое стекло. Салон у Volvo традиционно очень качественный, и рассказывать о нем особо нечего. Поэтому пока полюбуйтесь на салон, а мы вам расскажем про вентилятор печки. Добро пожаловать! Ближе к 200 тысячам километров может засвистеть и запищать этот самый вентилятор. Он установлен в центре передней панели и снимается хлопотно. Более того, для демонтажа вентилятора на финальном этапе и потом для его установки нужен специальный съемник или изготовленный его аналог. При дефектовке всегда обнаруживается износ возле подшипника вала. При дефектовке, как правило, выясняется, что у электромотора уже сильно изношены не только щетки, но и коллектор. Все эти три компонента для электромотора продаются отдельно. При желании можно отреставрировать вентилятор. Новый оригинальный вентилятор стоит около 400 долларов. Приличный заменитель 150-200. Ну а теперь про двигатели. Volvo XC70 оснащалась только моторами собственной разработки. Поначалу это были 5- и 6-цилиндровые двигатели, а затем, позже, с 2013 года, появились совершенно новые четырехцилиндровые, о которых мы обязательно расскажем. Но сейчас начнем со старых и прожорливых моторов. Эта машина оснащалась фирменными бензиновыми рядными шестерками, установленными поперек. Двигатель объемом 3.2 был атмосферным, 3.0 турбированным. Традиционно это считается очень надежные моторы. Но, дорогие в обслуживании, для того, чтобы заменить цепь ГРМ, которая находится со стороны трансмиссии, нужно специальное оборудование. И, кстати, самый нижний шкив цепи ГРМ приводится от коленвала косозубыми шестернями из-за такой компоновки с водительской стороны. То есть над коробкой передач расположены компрессор кондиционера и насос ГУР. Помпа находится соосно на насосу ГУР. Она внедрена в торцевую крышку двигателя, то есть в кожух ГРМ. А генератор находится под впускным коллектором соосно специальному шкиву, который приводит ремень навесных агрегатов, компрессора и насоса ГУР. В шкив, который соединен с ремнем навесного оборудования, встроена обгонная муфта. Генератор от этой обгонной муфты приводится не жестко, а с помощью специального сцепления. И это пара соосных зубчатых колес или шкивов, соединенных резиновой обоймой. Ближайший генератору шкив находится на его валу и имеет еще одну обгонную муфту. Похожая история с помпой и насосом ГУР. Шкив приводимый от ремня закрепленного валу насоса гидроусилителя. С другой стороны, с этим шкивом соединено сцепление на основе витой пружины, которая с другой стороны соединена со шкивом помпы. Звучит, конечно, сложно, но проблема в том, что износ любых этих деталей, то есть любой муфты либо любого сцепления, а этих деталей в этом моторе по две штуки ведет к серьезным проблемам. Если из строя выйдет основная обгонная муфта, то повышенные вибрации разрушат сцепление генератора, пропадет зарядка. Также эти вибрации навредят насосом ГУРа, насосом системы охлаждения, а также компрессору кондиционера. В общем, чтобы поменять сцепление генератора, придется снимать цепь ГРМ. Но если, вернее не но, если, а если заскрипит и начнет подклинивать помпа, то она выломает свое сцепление и повышенные вибрации навредят остальным агрегатам. В общем, любые шорохи под капотами Вольво игнорировать нельзя и лучше сразу отправиться на СТО и лучше вообще на эвакуаторе. Обгонные муфты служат не менее 150 тысяч километров. Обгонная муфта генератора стоит от 30 до 110 долларов, а основная обгонная муфта – от 30 долларов до 500. Ну, естественно, за оригинал. Сальник позади этой муфты служит чуть более 150 тысяч километров. Затем начинает пропускать масло, которое муфта разбрасывает по всему кожуху ГРМ. И поэтому их лучше менять вместе. Ну, а если вдруг рядная шестерка под капотами XC70 засвистит и зашелестит, то это верный признак пробитой мембраны маслоуловителя системы вентиляции картерных газов. Новая оригинальная крышка стоит 330 долларов. Есть неоригинальные маслоотделители от 60 до 200 долларов, а также есть ремкомплекты по 20-30 долларов. Раз в 200 тысяч километров придется устранить утечки масла из-под вакуумного насоса, которым оснащены двигатели 3.0 и 3.2. Это решается с помощью ремкомплекта. Ремкомплект стоит от 30 до 170 долларов за оригинал. Также после 200 тысяч километров придется поменять прокладку крышки цепи ГРМ. Ну, а также поискать и поустранять утечки по патрубкам системы охлаждения, также по впускному коллектору, а также от радиатора к термостату. Ну, а теперь про дизельные двигатели. Больше всего в продаже встречаются Volvo XC70 с пятицилиндровыми турбодизелями. Так вот, такие двигатели бывают с одной турбиной, либо с двумя. С одной турбиной эти двигатели оснащены турбокомпрессором Garret. И вот электромеханический сервопривод вот этого турбокомпрессора может огорчить износом пластиковых шестерен. А еще у этих двигателей есть вихревые заслонки. Их актуатор находится спереди на ГБЦ со штурманской стороны. Сами заслонки находятся в ГБЦ, в ее стенке перед распредвалом впускных клапанов. Сами заслонки пластиковые нанизаны на стальную ось. Какие проблемы с ними случаются? Из-за нагара и разбитых пластиковых опор оси они заклинивают. Если заклинят, то начнутся проблемы с наддувом. Двигатель буквально зашипит из-за того, что воздух не сможет проходить через половину открытых впускных каналов. Из-за подклинивания заслонок отрывается пластиковая тяга заслонок, что только усугубит закупоривание впускных каналов. Вдобавок, из места крепления тяги к оси заслонок начинает сочиться масло. Пары этого масла выдуваются из впускного коллектора наружу, и реже выходит из строя актуатор заслонок. Чтобы поменять заслонки, нужно снять топливопроводы, форсунки, также клапанную крышку, потому что воздушные каналы проходят сквозь нее. Это надо делать раз в 150 тысяч километров. Заодно можно проверить и форсунки, а заодно расшевелить их, чтобы не закорили из-за прогорания шайб. А вот с 2010 года на Volvo XC70 начали устанавливать новые пятицилиндровые турбодизели. Буквально все они с двумя турбинами. Две турбины BorgWarner. Эти турбины не имеют геометрии, а управляются впускными клапанами, приводимыми вакуумными актуаторами. Эти турбины прикручены сверху и снизу к выпускному коллектору. Однако есть моторы и с одной турбиной. Этот двигатель имеет индекс D5244T14. У него одна турбина Garrett с электромеханическим приводом геометрии, прикручена снизу выпускного коллектора. Этот двигатель выпускался только в 2010 году, а затем был заменен на двухлитровый пятицилиндровый. У этого двухлитрового пятицилиндрового тоже одна турбина Garrett, но управление геометрией вакуумное. У таких моторов нет никаких вихревых заслонок, однако у них есть сеть вакуумных трубочек и один или два электровакуумных клапана. К надежности таких двигателей вопросов нет. Однако у моторов мощностью более 200 л.с., при неумелом тюнинге, некорректно отшитом клапане EGR, а также при перегреве могут появиться трещины в блоке цилиндров или продувание прокладки ГБЦ. И газы из цилиндров обязательно попадут в систему охлаждения. Еще у всех пятицилиндровых моторов наблюдалась проблема с самым нижним патрубком от турбины к интеркулеру. Он снизу огибает поддон двигателя. Он самый длинный и единственный алюминиевый из всех. У этого патрубка лопается единственная лапка, которой он прикручивается к двигателю. В месте ее крепления может появиться трещина. Эти неприятности можно устранить аргонной сваркой. Причем лучше сделать крепление лучше, шире, с поддержкой патрубка снизу, а не сбоку. Улучшенный патрубок стоит более 300 долларов. Иногда встречается на авторазборках в 3-4 раза дешевле. Обязательно по этому поводу позвоните в «АвтоСтронг». Но при его установке надо будет заменить два ближайших резиновых патрубка. Они по цене от 50 до 300 долларов. Также можно собрать комплект из неоригинальных силиконовых патрубков. В общем, у этой проблемы есть несколько решений. Еще с 2007 года многие двигатели пятицилиндровые дизельные «Вольво» страдали от обрыва ремня навесного оборудования. Дело в том, что этот ручейковый ремень мог порваться, намотаться на свой шкив, потом попасть глубже под пластиковый кожух, а потом намотаться на зубчатый шкив коленвала. И тогда ремень ГРМ перескакивал, и поршни могли ударить с такой силой по клапанам, что те через свои коромысла выбивали гнезда гидрокомпенсаторов в ГБЦ. В общем, за этим ремнем навесного оборудования, еще его называют ремень генератора, надо следить. А сейчас мы расскажем об этой проблеме поподробнее. Проблема ремня навесного оборудования у дизельных «пятерок» «Вольво» вызвана тем, что на этот ремень попадает очень много грязи. Хотя изначальная проблема состояла в том, что у ремня была неправильная длина и не соответствующая этой длине сила натяжения натяжного ролика. И в 2011 году по отзывной кампании меняли и ремень, и ролик на новые. А менять этот ремень надо раз в 60 тысяч километров, либо же раз в три года именно из-за попадания грязи. И инженеры «Вольво» все-таки решили защитить этот ремень от всего, что на него попадает. Для этого по оригиналу надо купить два щитка и три крепежных клипсы. Все это надо установить в арку переднего правого колеса. На сегодняшний день эти детали стоят 100 долларов, а подробная инструкция есть в техническом журнале. Но и это еще не все. Есть специальная защита, которая устанавливается на крышку двигателя вокруг шкива коленвала. Такой пластиковый щиток будет находиться под демпферным шкивом ремня навесного оборудования. В 2011 году инженеры «Вольво» придумали еще один вариант защиты. Такой щиток теперь является еще и ложем переднего сальника коленвала. То есть сальник встроен в щиток, и все это продается как единая деталь за 80 долларов. В общем, шведские инженеры изо всех сил пытаются защитить ремень ГРМ от наворачивания на его шкив оборванного ремня навесного оборудования, и советуют владельцам защищать этот ремень навесного оборудования от грязи. Ну и последнее. Добавим, что народные умельцы изобрели металлический щиток под шкив коленвала, который имеет что-то наподобие лезвия, которое разрежет оборванный ремень навесного оборудования, не даст ему поломать щиток и намотаться на шкив коленвала под ремень ГРМ. Итак, предоставленный нам на обзор автомобиль оснащен битурбодизелем последнего поколения. Это двигатели серии VE-A, они же Drive-E, появились в 2013 году и выпускаются до сих пор. У них алюминиевый блок цилиндров, четыре цилиндра с чугунными гильзами, ременной привод ГРМ, двухступенчатый масляный насос, есть блок балансиров с зубчатым приводом от коленвала, два турбокомпрессора, которые установлены сверху и снизу выпускного коллектора, то есть каждый из них можно взять и отдельно открутить. Конкретно у данного двигателя оба турбонагнетателя BorgWarner не имеют управляемой геометрии, оснащены перепускными заслонками с пневматическими актуаторами. Кстати, они работают не последовательно, а параллельно, когда наступает пора дуть турбонагнетателю высокого давления, то его холодная крыльчатка засасывает уже предварительно надутый малой турбиной воздух. А воздушные каналы переключают специальный клапан во впускном тракте после обоих турбин. Еще важный момент. Топливная система такого дизеля поставляется компанией Denso. Это непростая система Common Rail с форсунками четвертого поколения. В каждой такой форсунке есть по два датчика давления и температуры. Большой минус в том, что такие форсунки диагностируются далеко не каждым центром, не ремонтируются и новыми не продаются. Но есть и плюсы. Вся топливная система Denso дизельных моторов Drive-E реально очень надежная. Немало экземпляров прошли более 400 тысяч километров. На БУ-рынке такие умные форсунки Denso встречаются по цене от 100 долларов за штук. Вообще дизельные двигатели Drive-E очень надежные. Глобальных проблем у них нет. Хотя они охотно потеют маслом по пластиковой клапанной крышке, по сальникам коленвала. Кстати, клапанная крышка является частью впускного коллектора, как и на пятицилиндровых дизелях. Прокладка клапанной крышки для этого двигателя стоит от 20 до 80 долларов, а полный комплект ремня ГРМ стоит 300. В 2013 году на Volvo XC70 появился новый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор того же семейства Drive-E. Так вот, дизельные и бензиновые двигатели этого семейства максимально унифицированы. Хотя, если вернуться к дизелю, то надо сказать, что там ремень ГРМ приводит только один впускной распредвал, а в задней части ГБЦ распредвалы соединены зубчатой передачей. А у бензиновых Drive-E ремень ГРМ приводит оба распредвала через шестерни со встроенными фазовращателями. Комплект ремня ГРМ для бензинового мотора стоит от 150 до 250 долларов. И у этого мотора нет гидрокомпенсаторов. Но для бензиновых моторов это неудивительно. Вот такая вот шведская традиция с 1990-х годов. Турбина у этого двигателя одна и служит долго. Помпа у нового бензинового мотора электрическая стоит от 250 до 800 долларов. Пока ходит без нареканий. У этого двигателя двухступенчатый масляный насос, балансированные валы есть в общем. Бензиновые двигатели Drive-E, как и дизельные. Долго ездят и не ломаются. Вольво XC 73-го поколения была доступна шестиступенчатой механикой, а также шестиступенчатыми автоматами. Так вот, шестиступенчатая механика М66 от компании Ford надежная и ходит долго. Двухмассовые маховики тоже не особо беспокоят и способны пройти более 300 тысяч километров. Что же касается автоматических трансмиссий, то они были доступны буквально со всеми двигателями, включая дефорсированную модификацию Drive. Не путать с Drive-E, с полным и неполным приводом. Шестиступенчатый автомат от Aisin очень надежен и не является слабым местом автомобилей Volvo. Единственное, что на машинах, выпущенных с 2013 по 2016 год, эта трансмиссия комплектовалась неудачными уплотнительными кольцами. И из-за этого возникала потеря давления при включении драйва. В общем, компания Volvo пыталась решить эту проблему перепрошивками. Но если это не помогает, то придется все-таки разбирать коробку и менять эти уплотнительные кольца на улучшенные. В этой трансмиссии надо менять масло частично, каждые 50 тысяч километров. Подойдет Toyota ATF4, либо более жидкое масло Toyota WS. Самые свежие моторы Drive-E оснащены восьмиступенчатым автоматом и переднеприводной трансмиссией. АКПП Aisin TG81SC тоже очень надежное и долговечное. В нее залито масло Toyota WS, и менять его надо частично каждые 50 тысяч километров для долгого срока службы. Ну и напоминаем, что вот эта машина в данный момент продается. Ссылочку мы закрепили в описании к этому ролику. И также напоминаем, что в «Автостронге» отличные БУ запчасти, а также есть еще отличные новые. Так что, если нужны запчасти, обязательно в «Автостронг» звоните, пишите нам, заходите на наши сайты. Также у нас есть еще подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл обязательно в «Автостронг». Ну а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. При пробеге в 200 тысяч километров Volvo XC70 может начать чудить. Симптомы будут совершенно разные. Могут плавать обороты двигателя, также могут быть ошибки по электрике. Также могут быть ошибки по блокам управления. А причиной всему этому, скорее всего, будет проводка. Кстати, двигатель может просто глохнуть на ходу. Известное слабое место находится на ДКПП, рядом с аккумулятором. Лучше всего превентивно осмотреть проводку в этом месте, устранить повреждения. Они вызваны исключительно трением проводки о расположенные рядом детали и, конечно, добавить защитного слоя к осе моторного отсека в этом месте. Также проводка может перетираться в районе генератора у дизельных версий. А у Volvo XC70, вот этого вот поколения, с V-образными «шестёрками», осыпается весь участок проводки, который идёт по клапанной крышке. Насос ГУРа у Volvo XC70 слабоват и требователен к качеству и чистоте масла. Если не менять жидкость раз в пять лет, то тогда производительность ГУРа снизится, и руль станет тяжеловатым. И этот симптом будет проявляться в тёплое время года. А при дефектовке выявится износ регулирующего клапана, который приводит к его заклиниванию. В общем, не оригинальный насос ГУРа стоит 100 долларов. Можно ещё отдельно купить клапан к нему. Радиатор охлаждения нужно обязательно мыть хорошенько со снятием раз в 2-3 года. Дело в том, что много грязи набивается в узкое пространство между ним и интеркулером. А в регионах с сырыми зимами и обилием реагентов возможна очень сильная коррозия основного радиатора охлаждения. Вентиляторы охлаждения со временем могут перестать работать, но их можно отреставрировать с заменой щёток и подшипников. Это всё есть в продаже. Кому нужна отличная Volvo XC70 из Скандинавии? Кстати, эта машина, напоминаем, продаётся. Ссылочка по ней в описании к этому ролику. Все дизельные Volvo XC90 были оснащены автономным отопителем Webasto TTV. Он находится в правом переднем подкрылке, ближе к порогу. Так вот, со временем, то есть при больших пробегах, этот узел может начать дымить и булькать. А это симптомы неисправностей. Но благо, вентилятор с модулем управления и форсуночной частью можно недорого поменять. И чтобы проблем с ним не было, не стоит им пользоваться до наступления сильных холодов. А перед регулярным использованием, то есть когда будет действительно холодно, надо заправлять вебаста качественным диз-топливом. И чтобы вебаста хорошо запускалась, надо, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Система полного привода на XC70 основана на муфте «Халдекс» 4-го поколения, а после рестайлинга 5-го поколения у нас машина переднеприводная. Муфты «Халдекс» мы вам не покажем, но мы её показывали вам во многих обзорах. Меньше деталей – меньше проблем. Формально муфты не обслуживаемые, но замена масла действительно продлит им жизнь, потому что блок управления и мотор электронасоса не сгорят от чрезмерных нагрузок, вызванных прокачиванием грязного старого масла. Ну а при пробеге в 200 тысяч километров придётся поменять угольные щётки мотора электронасоса. У муфты «Халдекс» 4-го поколения есть фильтр, который установлен прямо над карданом, а масло сливается после снятия электронасоса. У муфты «Халдекс» 5-го поколения фильтра нет. Масло снимается после демонтажа масла насоса, а все итоги жизнедеятельности муфты надо обязательно вымыть очистителем, а насос установить на новые винты и уплотнения. Такой комплект стоит 130 долларов и 100. Для муфт 4-го и 5-го поколения соответственно. На заправку уходит 1 литр специального масла. Оригинал стоит 60 долларов, но есть аналог подешевле. Владельцев полноприводных Volvo XC70 с полным приводом к пробегу в 200 000 км ждёт сюрприз. Появятся щелчки при переключении с драйва на реверс и течь масла по стыку КПП и углового редуктора. Эти два узла трансмиссии придётся разъединить. Чтобы устранить утечку масла, а оно может течь как из коробки передач, так и из редуктора, придётся поменять их сальники. Также придётся поменять соединительную втулку. Часто сальники прогрызают в ней канавки. А ещё во втулке корродируют и изнашиваются шлицы. Именно люфт в этом месте вызывает те самые щелчки. При сильном износе все шлицы могут оборваться, и тогда крутящий момент не будет передаваться на карданный вал и на заднюю ось. Сама втулка оригинальная, новая, стоит 300 долларов, но есть пара аналогов, которые дешевле. Карданный вал на Volvo XC70 подвешен на двух опорах с подшипниками. Спереди и сзади соединён с трансмиссией и муфтой Haldex с шрусами. Опорные подшипники и крестовина не обслуживаемые. Грязь и влага убивают их, и поэтому появляются хруст и вибрации. Всё это обычно происходит при пробеге в 200 тысяч километров. Крестовину и опорные подшипники меняют на сервисах по ремонту карданных валов, то есть по ремонту и обслуживанию. Шрусы обычно выходят из строя из-за порванных пыльников. Оригинальный шрус стоит 400 долларов, можно найти заменитель за 70 долларов. Ну, а если и речь идёт только о порванном пыльнике, то его можно найти вместе с крышкой за 40 долларов. В обоих редукторах передним угловом и задним, ну, если бы он там был, не лишним будет освежать масло каждые 50 тысяч километров. Для заправки используется минералка класса GL5, но по сортам она немножко отличается по вязкости. В обоих случаях хватит по литровой баночке для заправки под пробку. Стоимость оригинала – 50 долларов. Кстати, было немало случаев, когда задний редуктор Volvo XC70 начинал гудеть, а гудел он из-за износа подшипника хвостовика, то есть валоведущей шестерни. Но профильные мастерские без труда меняют этот подшипник. Подвеска у Volvo XC70 типична для платформ с поперечным расположением двигателя. Оригинальная подвеска действительно вынослива и надежна, но о реальных сроках службы говорить не приходится, потому что это универсал повышенной проходимости. То есть он может всю жизнь ездить по дорогам, а может скакать по бездорожью. То есть всё зависит от эксплуатации, то есть от её режимов. Но какие-то дорогие замены, наверное, по подвеске бывают после пробега в 200 тысяч километров. Рычаги стоек McPherson в оригинале стоят около 500 долларов. Аналоги – от 90 до 270. К ним можно отдельно купить оба сайлентблока. Оригинальный задний обойдется в 170 долларов, а добротный заменитель не дороже 70. Шаровую опору можно поменять и закрепить на винтах и гайках. Неоригинальная обойдется в сумму от 30 до 70. В опорные подшипники передних стоек может проникнуть влага и грязь, из-за чего они начнут скрипеть. Оригинальные опоры стоек стоят до 80 долларов, а заменители вдвое дешевле. Иногда вместе с опорами придется поменять и сами амортизаторы. Они обойдутся в сумму от 100 до 500 долларов. В задней же подвеске слабоваты сайлентблоки продольных рычагов. Их можно купить отдельно по цене от 20 до 240 долларов. Пассивные амортизаторы задней подвески сегодня продаются по цене от 25 до 230 долларов. Поперечные тяги задней подвески стоят в оригинале до 130 и 230 долларов. По заменителям до 70 долларов. Также к ним можно отдельно приобрести неоригинальные сайлентблоки. Кстати, не игнорируйте растрескавшиеся отбойники задней подвески. Они находятся внутри пружин. Оригинальные отбойники стоят около 50 долларов, а заменители почти 8 раз дешевле. Кстати, очень многие детали подвески подходят от автомобилей Ford, такие как Mondeo 4, S Max, а также Galaxy второго поколения. Оригинальные отбойники Ford стоят около 25 долларов. И, кстати, машинка продается. Ссылочка по ним в описании к этому ролику. Ну что ж, у нас получился исчерпывающий гид по Volvo XC70 последнего поколения. Так вот, эта добротная машина ни разу не хрупкая, не глючная. Большинство владельцев довольны ею и пересаживаются благодаря эксплуатации этой машины на более свежие Volvo. Обслуживайте полный привод, обслуживайте ее всю вовремя, и тогда вы будете очень довольны этим здоровенным шведским универсалом. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».